Всем привет! Сегодня я хочу вам показать новый скрипт для иллюстратора SimilarMaker Lite. Я думаю, многие уже догадались по названию, что этот скрипт будет полезен тем, кто хочет быстро и легко делать редизайн своих работ. SimilarMaker может заменять одни объекты на другие буквально в один клик. Можно перемешивать все случайным образом, можно сдвигать один объект на место другого, доступны опции вращения и отражения. Скрипт очень прост в использовании, работает как обычная панель, то есть позволяет одновременно пользоваться самим скриптом и рисовать на артборде, запускать какие-то другие функции иллюстратора. Так что, ребята, SimilarMaker будет незаменимым помощником для создания семилляров, здорово упростит правки в больших макетах, сэкономит время везде, где нужно вам одни объекты поменять на другие, и сделать это быстро автоматически, считайте, одним кликом. Сейчас я вам на конкретных примерах покажу, как же этот скрипт работает. Вот у нас есть паттерн со смайлами. Я тут уже все собрал на артборде, это паттерн для микростоков, поэтому у нас исходник паттерна находится на монтажной области. Он прекрасно сшивается, я все уже проверил. Нам осталось сразу что-то только его обрезать, или его там закрыть маской, и сохранить файлы для микростоков. Но мне показалось, что распределение объектов очень интересное, мне оно понравилось, и я захотел сделать точно такой же паттерн, только с другим объектом, вот с этим вот сердечком. Мы его пока вырежем, чтобы оно не мешалось, потом его вернем на место. Для этого мы открываем панель артбордов и делаем дубликат артборда. Оп! Вот у нас появилась копия со всеми объектами. Теперь мы здесь вставляем наше сердечко обратно. Все, оно появилось. И нам теперь нужен наш скрипт. Открываем файл, скрипт SimilarMakerLite. Вот, вот оно окошко нашего новенького скрипта SimilarMaker. И теперь нам достаточно выделить новый объект, выделить все старые объекты и нажать кнопку Replace. Оп! Все, готово. Теперь у нас бесшовный паттерн, но уже и сердечек. Так вот просто и легко, за один клик. Если вы хотите проверить, действительно ли паттерн работает правильно, действительно ли здесь все сшивается, то нам нужно, нужно, нужно в самом нижнем слое, в самом низу нарисовать пустой квадрат под размеры артборда. Вот, у нас квадрат пустой, значит у него нет ни заливки, ни обводки. Вот. И мы его отправляем на самый задний план, в самый нижний слой. И ставим его строго под артборд, чтобы все точно совпадало. Теперь мы выделяем все. Это пустой квадрат и объекты сверху. Элементы нашего паттерна. И перетаскиваем в панель Swatches, в панель образцов. Пустой квадрат, он просто задает границы тайла. Так вот работает иллюстратор. Надо вот этот вот госшейк нарисовать один такой, чтобы показать, где паттерн заканчивается. Все, применяем новый испеченный паттерн. Готово. Как видите, отлично все работает. Вот такая замечательная текстурка. Все отлично сшивается. Прямо хоть сейчас. На печать. На печать прямо хоть сейчас отправлять. Воу, вообще обалдеть. Можно фоны разные подкладывать. Ой. Давайте поменяем у фона цвет Во, отлично, да? Мне такой нравится Вообще обалдеть Хоть здесь немножко такие пропуски Между большими сердечками Но все равно такая текстура мне Очень она нравится Так приятно глазу Старается, старается мозг выцепить какое-то повторение Какой-то закон Как они расположены Тут вроде бы такие какие-то диагональные полосы Из этих больших сердечек получаются Но вроде бы их и нету Вроде бы они так случайно разбросаны И вот пытливый ум Скользит, скользит по этим объектам И пытается что-то понять Что-то такое увидеть Что не цепляет Изначально невооруженный глаз И вот это вот привлекает Привлекает, заставляет рассматривать этот паттерн Разглядывать его долго Пытаться что-то в нем угадать Именно вот такая текстура считается хорошей На которую хочется глядеть Которую хочется рассматривать Хотя по сути По сути это самые обычные сердечки Итак, ладно Давайте с паттернами мы закончим И перейдем ко второму примеру Здесь у нас видно корзинка с фруктами И я нарисовал новый объект Это ромашка Давайте выключим подсветку границ Называется она High edges High edges Спрятать гранички Вот эти вот Спрятать подсветку объектов Не скажу точно Как на русском языке звучит Но вот Hotkey Ctrl плюс H Мы нажимаем И вот так вот лучше видно Да То есть можете на клавиатуре Нажать Ctrl H И оно все выключится Нам просто будет нагляднее И хочу сразу обратить внимание Когда мы делаем Replace Скрипт ориентируется Не на то Как мы объекты выделяем Скрипт ориентируется на слои То есть вот я достал панель слоев Раскрываю слой И обратите внимание Ромашка находится в самом верху То есть когда я выделяю Старый объект И новые объекты Вот так вот я сейчас делаю То есть вот у нас выделены Все фрукты сейчас Вот они Я выделил ромашку Обратите внимание И как скрипт поймет Что нам нужно ромашку Поставить на места фруктов Он просто смотрит В панель слоев Layers И берет здесь верхний объект И втыкает на места нижних Вот мы сейчас нажимаем Replace Оп И вы видите Все ромашки появились здесь И теперь у нас В самой верхней позиции ромашки И вместо всех-всех-всех фруктов Здесь тоже появились ромашки Это вам Чтобы вы немножко понимали Механику скрипта И как бы Всегда держали в уме Что ключевой объект Который вы будете вставлять В вашу иллюстрацию Который вам нужен Для замены Он должен быть В самом верхнем слое Если у вас Несколько слоев Если у вас Один слой То в самой верхней позиции Внутри вашего слоя Это вот как бы Такое отступление Лирическое Лирическое Многослойное И теперь Когда мы произвели Замену ромашек Я вам хочу показать Функцию Random Случайно Если Replace У нас просто заменяет То Random Он перемешивает объекты Вообще Смотрите какая красота Тра-ля-ля Тра-ля-ля И можно что-то Интересное намешать В опции Random Мне больше всего нравится Что есть вращение Rotate И отражение Это флипнуть Сразу Акцентирую Ваше внимание Как эти настройки Работают Flip Vertical Это отражение Относительно вертикальной оси То есть провели Такую вертикальную ось Это будет Отзеркаливание Слева направо Flip Horizontal Вот это вот Это отражение Относительно горизонтальной оси То есть он будет Флипать Отражать Зеркалить Сверху вниз Объекты Вот так вот Они будут отражаться И Rotate Это поворот Просто поворот Объекта На какое-то Количество градусов Но При выполнении Команды Random Количество градусов Оно вообще Не имеет никакого значения Вращение происходит На случайный угол Так что просто Я поставил галки И нажимаю Random И все Они мешаются И они крутятся Одновременно Вообще Можно Совершенно Случайное поле Этих объектов Как-то вот Накрутить И какой-то вариант Который вам больше всего нравится На нем остановиться Во Мне нравится Такой вот Давайте Такой оставим Можно Такой немножко Подвинуть В корзинку Подложить И вот Отлично Смотрится Да Падам Красота Красота И третья функция Я вам хочу показать На другом файле Обратите внимание Я переключаюсь Между файлами Окно скрипта У меня висит Вообще Отлично Он работает Очень удобно Быстро Легко Без тупников И зависаний Окошко Совершенно не мешает Каким-то Манипуляциям На артборде Оно Совершенно не мешает Выполнять Какие-то функции Другие Стандартные Дефолтные Иллюстратора В общем Оно Совершенно Отлично Уживается Со всем Функционалом Адоба Иллюстратора И вообще Мне очень нравится Как скрипт Работает По-моему Ни один скрипт Который я пробовал В Иллюстраторе Вот он так вот Не был Хорошо интегрирован Здесь вообще Все отлично Смотрите В этом примере У нас есть квадратные Иконки Я все выделяю И буду нажимать Кнопочку Move Типа Сдвиг И вот они Начинают двигаться Ну давайте Посмотрим Куда будет двигаться Монетка Вот эта вот Единичка Видите Она слева направо И на нижний ряд Перескочила Теперь она по нижнему ряду Двигается Вообще классно То есть Можно друг за другом Объекты переставлять С места на место Здесь То же самое Работает Если мы Обратим внимание На панель слоев То здесь Объекты Расположены Друг над другом Да Вот как бы Стопка из объектов И когда скрипт Перемещает их С помощью функции Move Он Нижний объект С нижней позиции Ставит В координаты Объекта На верхней позиции Следующий объект Также прыгает На координаты Объекта сверху То есть В самих слоях Они никуда не перемещаются Но они Друг за другом Идут Именно используя Положение в слоях То есть Опять же Вам такой Ликбез Небольшой Как механика Скрипта Завязана Как понимать Как понимать Что он будет делать Чтобы не было Каких-то неожиданных Результатов Чтобы вы Что-то нажимали И все было понятно То есть Он не смотрит Здесь Что справа Находится Что слева Он не двигает Одну иконку На место другой Он именно В слое Опирается То есть Если один объект Над другим Нарисован А когда вы В иллюстраторе По очереди Объекта рисуете В принципе Программа так и работает Вы нарисовали Вот эту вот иконку Следующую иконку Вы эту рисуете Оно будет Все сверху Вот этой вот И вот он Переставлять их Будет так же Как иерархия В слое У вас построена Друг за другом Если вы вдруг Там что-то перемешали Да Давайте перемешаем Random Пам 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 То потом Как бы Уже Будет Движение Вот этой вот Move Опции Идти В соответствии С новой иерархией В слое И уже Как бы Ну Будет Немножко Другой порядок Движения То есть Уже вот эти вот Очки Вот я сейчас За очками Слежу Или давайте Снова за единичкой следить Да Она уже Перескакивает Как бы На разные места То есть У нас нарушился Порядок в слоях Все перемешалось С помощью Random И теперь Также в перемешанном Состоянии Происходит Move Хотя Скрипт Именно двигает Вот с нижней позиции На верхнюю С верхней На еще верхнюю И дальше 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 Как бы Move Оно от Random Этим отличается Что это просто Сдвиг Ну вот Как бы И все Это самая первая Версия скрипта Так сказать Именно Light Такой Первый запуск Первый релиз Один из первых Релизов На самом деле По-моему Это уже пятая Или шестая версия Которую я тестирую Там первые Глючили Там всякие проблемы У нас были С кодом С запуском скрипта С его работой В интерфейсе Вроде бы Все Ошибки Мы исправили Все глюки Победили Если вы вдруг Что-то обнаружите Что-то такое То пишите Конечно Поддержку Адрес я оставлю В описании этого видео А вообще Скрипт Он живет На сайте Вот я вам все явки Сейчас пароль даю Как обычно Все скрипты Которые я Образиваю Образиваю Про которые я делаю видео Как обычно Все скрипты Про которые я делаю видео Давайте скажем это Правильно Без запинок Они живут На сайте MyTools Вот я сейчас его открыл И этот скрипт Он тоже здесь есть Вы его здесь можете Приобрести по символической цене В 7 долларов Так сказать Скажите Спасибо разработчику Маленькой денежкой Маленькой копеечкой Если вдруг Вы там нашли Какие-то неполадки В работе Или вам что-то Кажется странным У вас есть какие-то Идеи по улучшению Потому что Если раз мы выпустили Сейчас лайт версию В релиз То соответственно Дальше мы будем Собирать пожелания И разрабатывать Про версию Продвинутую Где больше функционала Которая как-то Удобнее работает Может быть мы Компактный интерфейс Мастерим там С маленькими иконочками С пиктограммками И добавим туда Побольше функций Всяких полезных Которые вы нам накидаете Наверняка у вас Есть свои идеи Так что Пишите на поддержку Адрес вы сейчас видите Давайте я вам на экране Даже его оставлю Это support.sobaka.mytools.com Высказывайте свои пожелания И будем Будем пилить Новую про версию Новый скрипт А этот вы уже Сейчас можете Передвести И использовать в работе На микростоках Сейчас наступает Горячая пора Новый год На носу Нужно как можно Больше рисовать Как можно Больше загружать Так что ребята Надо делать Симиляры Надо делать Симиляры Из своих работ И скрипт Симиляры Симиляры Можете Можете Все Окей Нажимать Все Иллюстратор Вам будет Делать И скрипт При этом Ничуть Ничуть Не выбивается Из общей работы Вот Ну что На этом у меня Сегодня все Ребята Будьте продуктивны Будьте эффективны Рисуйте Больше картинок А умные скрипты Пускай помогают Вам в этом деле Удачи в ваших Творческих начинаниях Пока А ну да Конечно Не забываем Подписываться На канал И ставить лайки Счастливо